Реальный возврат, выпуск номер 11, сохранение товарного вида. Здравствуйте, сразу к делу, сразу к делу. Я купил смартфон, такой-то, за 15 тысяч, но меня смутила работоспособность данного телефона. Система зависала, и камера была не из лучших. Написал претензию, отдал ее, все, как вы и говорили. Они предлагали отдать в сервис, но я отказался и решил провести судебную экспертизу за свой счет, 4 тысячи рублей. Экспертиза выявила недостатки в камере и проблемы с оперативкой. Практически сразу отправил претензию с копиями результатов экспертизы заказным письмом на их адрес. Все это происходило в первые 14 дней. Спустя некоторое время меня пригласили в магазин, чтобы вернуть деньги. И я на радостях потерял бдительность, ибо когда управляющий осматривал телефон и протирал его тряпкой, обнаружил царапину на экране. Сказал, что товар потерял свой товарный вид, и средства не вернут. Но я точно проверял, и уверен, что перед тем, как управляющий расцарапал своим маникюром экран, он был в идеальном состоянии. Сейчас меня отправили ждать звонка с их мастерской, чтобы предоставить телефон на утверждение потери товарного вида. На утверждение потери товарного вида. Прошу вас, подскажите, что делать, как доказать, что царапину оставила управляющий, и какие у меня шансы, если я обращусь в суд. Беря во внимание, что телефон действительно имеет недостатки. Спасибо зрителю за вопрос. Спасибо за эту историю. Когда я читаю такие комментарии, иногда мне хочется спросить, а вы вообще смотрели видео на канале? Вот вообще. Но с другой стороны, я понимаю, да, конечно, смотрели. Это я за все эти сотни видео, которые вот перед вами на ютюбе, берите и смотрите, я плохо кое-что объяснил. Я объяснил это настолько плохо, что эта базовая элементарная вещь, она почему-то в головах потребителей не зафиксировалась. Я понимаю, что да, у меня есть просчет. И вместо того, чтобы говорить, что потребитель не хочет посмотреть моих пару видео, я скажу по-другому. Я скажу, что это я недостаточно много внимания уделял этому вопросу, потому что вопрос, который мне написал потребитель, он элементарный. Он просто смехотворный. Но раз его спрашивают, значит, я плохо вам в свое время это донес. Давайте я вам сейчас все объясню. И, собственно, у вас не станет вообще никаких вопросов. Это рубрика, кстати, реальный возврат. Это рубрика, в которой мы рассматриваем не теоретические аспекты, не вопросы законодательства. Мы рассматриваем конкретное взаимодействие с магазином. Туда позвонил, сюда принес, там отказали, здесь потом не вернули, послали сюда. Вот конкретно реальный случай, вот прямо реально человек пошел возвращать, как все было. Итак, купил смартфон за 15 тысяч, смутил ее работоспособность, написал претензию. Молодец. Все, самое важное, главное дело человек сделал. И уже все пошло по грамотному сценарию. Они предлагали отдать сервис, человек отказался. Хорошо, можете отказаться. Хотя самый простой вариант это предоставить товар на проверку качества и экспертизу. Предоставить, но не сдать при вашем участии на 10-20 минут, не более. Вот, это проще всего. Но можно и другими способами. И решил провести свою судебную экспертизу. Ну, значит, свою судебную вы не можете провести. Вы можете просто провести свою экспертизу. Небольшой недочет. За 4 тысячи рублей. Что странно, потому что, когда товар стоит 15, проводить экспертизу за 4, это, ну, 4 от 15, почти 25% стоимости товара. Даже больше, кстати. Но понятно, что стоимость этой экспертизы можно взять потом с магазина. Ну, короче, как-то странно. Как-то подозрительно. Ну, ладно, ну, провел и провел. Мы не будем сейчас оговорить, человек, делал так это или нет. Мы вот пишем, комментируем то, что человек написал. Ну, провели. Молодцы. Экспертиза выявила недостатки в камере и проблемы с оперативкой. Все. Как только вам экспертиза выявляет, что товар некачественный, особенно в первые 14 дней, вы гарантированно вернете деньги. То есть, все, вы как бы уже победили. Тут даже говорить не о чем. Ну, кроме редчайшего случая, что магазин все-таки пойдет судиться и закажет свою экспертизу против вашей, скажет, например, в суде, что не доверяет вашей экспертизе, и после этого сделает свою, которая не подтвердит ваше предположение, ну, или суд назначит независимую локальную экспертизу. Короче, это все настолько редкий, редчайший сценарий, что даже рассматривать смысла нет. А обычно до этого не доходит. Практически сразу отправил претензию с копиями результатами экспертизы, с заказным письмом на их адрес. Судя по тексту, получается, вторую претензию отправил человек. И у нас есть отдельное видео, которое так и звучит. Что будет, если отправить в магазин две претензии? И там есть два разных случая. Когда вы предъявляете одно требование, а потом другое. Вот в этом случае магазин выбирает то, которое более выгодно магазину. А есть вторая ситуация, второй сценарий, когда вы отправляете вторую претензию, потому что изменились обстоятельства. В этом случае эта претензия не будет второй, она будет просто раскрывать первую. Это будет, так сказать, дополнение. И вот здесь у нас как раз идеальный пример второй ситуации, когда экспертиза, когда претензия была написана в связи с изменившимися обстоятельствами. Когда появились результаты экспертизы, которые имеют прямое непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу. Думаю, все логично. Поэтому, в принципе, написать вторую претензию с измененными обстоятельствами, расширенной позиции потребителя, это хороший и грамотный шаг. И к текущему моменту все, что сделал потребитель, я оцениваю на твердую 5. А где-то тут даже заявка на 5 с плюсом, потому что действия крайне эффективны. Можно проще сделать? Можно. Можно было не делать самую экспертизу? Можно. Но с точки зрения эффективности пока все супер. Не самый простой, но очень эффективный вариант. Все это происходит в первые 14 дней. Да, спасибо за уточнение, потому что телефон является технически сложным товаром. А значит, мы можем его вернуть при наличии любого, даже самого маленького недостатка в первые 14 дней. А в следующий срок, от 14 дней до конца всего срока гарантии или срока эксплуатации, при наличии существенного недостатка. Что такое существенный недостаток? Опять же, многократно рассказано в соседних видео. Итак, первые 14 дней при любом недостатке, после 14 дней и весь срок гарантии эксплуатации при существенном недостатке. И кто спросит, зачем я все это рассказываю? Меня же не это спрашивают. Я это рассказываю, потому что в рубрике «Реальный возврат» мы закрываем, охватываем все темы широко, чтобы и тут вам рассказать, и здесь, и вы, возможно, наткнулись на вашу ситуацию на примере другого человека. Понятно, да, логика? Если вы слышите это все уже в десятый раз, то спешу вас успокоить, вы-то это слышите в десятый раз, а я-то это произношу уже в 350-й. Но все равно буду по кругу все это рассказывать, чтобы где-то вы наткнулись на нужную информацию. И вот здесь, в момент, когда человеку позвонили, сказали «возвращайте деньги», и начинается просто какое-то абсолютное сюрреалистическое шоу. Потому что то, что дальше пишет потребитель, это, как в сказке, полная глупость не потребителя, а ситуации, действий в магазина. Да, и мы сейчас к этому придем, и я даже объясню, почему так в магазин поступает, и сознательное это введение в заблуждение, или магазин просто не понимает, что делает. Спустя некоторое время меня пригласили в магазин, чтобы вернуть деньги, и я на радостях потерял бдительность. Ну, по поводу потери бдительности. Вообще, если вы написали претензию, вы уже защищены от 90% уловок магазина, да, поэтому, в принципе, можете даже потерять бдительность. Но есть 10% случаев, когда магазин может все-таки что-то там по-хитрому извернуться. Поэтому, даже когда вам вернули, согласовали возврат денег, есть смысл прийти в магазин и все это записывать на видео. То есть, хотя бы фиксировать свою позицию для того, чтобы потом использовать это в защите своих интересов, что вполне рационально. Не говоря уже о том, что правила торговли с 2021 года разрешают потребителям любую видеосъемку во всех магазинах, в любых местах, кроме тех, в которые нельзя пройти. То есть, там, в подсобку или технические какие-то помещения нельзя. А весь вот зал, салон, общение с магазинами, с консультантами, все это можно снимать. Это уже не просто гражданский кодекс и конституция в широком понимании. Это уже специализированные правила торговли, которые конкретно это уточнили, чтобы уже никто вообще никак не мог в магазине вам этому препятствовать. И вот, и когда управляющий осматривал телефон и протерял его, он обнаружил царапину на экране, сказал, что товар потерял товарный вид и средства не вернут. Ну и дальше тебе говорит, нет, он был в идеальном виде, это его специально повредили и так далее, и так далее. Значит, смотрите, это очень важно. Это очень важно. Это мысль, которую я до вас не донес. У нас есть два режима возврата. Статья 25 и статья 18. Статья 25 – это статья, в которой фигурирует сохранение товарного вида. Что это за статья 25? Это статья, в которой мы возвращаем товар, который нам не подошел по цвету, габаритам и комплектации. Как это выглядит? Вы приносите товар, он не использован, сохранен товарный вид, сохранены бирки, ярлыки и всякие подобные штуки. И вы этот товар меняете на другой. Ну, если магазину нечем заменить, возвращаете деньги. Магазин берет этот качественный товар, который вам не подошел по статье 25, важно, качественный, с сохраненным товарным видом. Кладет его снова на полку, вам возвращает деньги и продает этот товар другому человеку. То есть, статья 25 – это возврат качественного товара. Если магазин хочет этот товар, который вы ему вернули, продать другому человеку, то, разумеется, рационально сохранить и товарный вид, и упаковку, и чтобы товар не был использован. Понятно, это качественный товар. Это статья 25. В ней фигурирует термин сохранения товарного вида. Не был в активном употреблении. Теперь мы рассматриваем статью 18. Статья 18 – это возврат некачественного товара. Итак, тут был качественный товар, а здесь некачественный. Я надеюсь, я понятно объясняю. Некачественный товар магазин не имеет права продавать. Он не может у вас его взять, вам выплатить деньги и поставить товар на полку. Потому что у нас закон о защите прав потребителей запрещает продавать некачественный товар. То есть, если магазин проверил товар, который качественный, вот вы принесли качественный товар, посмотрел, что да, все нормально, думает, ладно, продадим другим, а ему, а вам деньги отдадим, вам деньги, а мы продадим другим. Ну, понятно. Если в магазин вы приносите некачественный товар, то магазин же не может сказать, так, ладно, вам деньги, а этот другому продадим. Это невозможно. Понимаете, почему? Потому что некачественные товары в нашей стране вообще запрещено продавать. Более того, ну, очевидно, если телефон некачественный, например, его купит другой человек, он же тоже снова придет и захочет вернуть, и что это будет бесконечный круг. И именно поэтому в статье 18 Федерального закона о защите прав потребителей отсутствует термин сохранения товарного вида. Отсутствует термин не был в активном эксплуатации. А отсутствует термин сохранения бирок, ярлыков и подобное. Почему? Потому что, когда вы в течение срока гарантии, поймите это, возвращаете некачественный товар, он подразумевается, что был в употреблении. То есть товар, который вы возвращаете по гарантии, в течение гарантийного срока по статье 18, он изначально БУ. Он изначально некачественный. Он изначально сломанный, бракованный, неэффективный, как хотите называйте. И с ним ничего не надо сохранять. Ни коробку, ни упаковку, ни товарный вид. Почему? Еще раз вы поняли. Потому что магазин не может взять его, поставить на полку и продать другому человеку. Ясна логика. Как я могу это аргументировать? Ну, во-первых, только что поступила вам логическая аргументация. Дальше. Открываем статью 25 Федеральный закон о защите прав потребителей. И читаем. Потребитель вправе обменять непродовольственное... Если не подошел по цвету габаритовой комплектации, в течение 14 дней, обмен непродовольственного товара, надлежащего качества, проводится, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные юрилоки, имеется товарный чек или кассовый, или любой документ, который подтверждает. Почему? Потому что этот товар потом собираются продать другому человеку. Это статья 25. Прочитали, да? Сохранены товарные виды. Открываем статью 18. Некачественный товар. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом по своему выбору, вправе там отремонтировать, вернуть, заменить, вернуть деньги, расторгнуть договор купли-продажи. В статье 18 отсутствует термин сохранения товарного вида. В статье 18 отсутствует термин сохранения пломб ярлыков. В статье 18 отсутствует термин не был в эксплуатации, потому что мы возвращаем некачественный товар, который всегда БУ. Он был в употреблении вами. Понимаете логику? Я понятно объяснил или нет? Я надеюсь, я понятно объяснил. Потому что я понял, что в предыдущих видео я это, видимо, недостаточно понятно объяснил. Но я постарался в этих разы. Я все упростил до аксиом. Сейчас каждый должен понять, что 25 статья. Качественные товары. Магазин забирает его у вас, деньги вам возвращает, продает другому человеку. То есть товар должен быть продаваемым, качественным. Товарный вид, упаковка, ярлыки. Окей, некачественный товар. Магазин его забирает и отсылает там у себя производителя. Или как-то утилизирует. Вас это не касается. Но ни в коем случае его не имеет права продать. Поэтому, когда вы возвращаете некачественный товар, он никогда не должен быть целым. На нем могут быть потертости, шероховатости. Можно вернуть без коробки. Можно вернуть без пломб, без ярлыков. Это все подразумевается. И в лобовую написано в статье 18. Что вы возвращаете товар некачественный, который был в эксплуатации вами. Понимаете? С ним могут быть любые сложности. Уф. Надеюсь, я понятно в этот раз объяснил. И сейчас читаем. Ну, когда человеку хотели вернуть деньги, осматривали телефон и обнаружили царапину. Сказали, что потерял товарный вид и средства не вернут. То есть человек им принес результаты экспертизы, на которой написано. Товар некачественный. Там оперативная память и что там еще, что-то зависает. Короче, товар некачественный, подтвердила экспертиза. А сотрудник говорит в магазине. А я не могу вернуть, потому что он потерял там товарный вид. У него царапина на экране. Товарный вид потерял. Товарный вид чего? Магазин что хотел взять этот телефон, который подтвержденный экспертизой, некачественный, глючный, нерабочий. И что, для чего товарный вид этому телефону? Как мыслит сотрудник? Чтобы я его на полку поставил и продал некачественный товар другому человеку? И этот человек, магазин, говорит покупателю, он что говорит? Извините, ваш телефон потерял товарный вид. Мы, ваш бракованный, некачественный телефон, теперь другому человеку продать не сможем. Ну где тут логика? Ну как вообще? Но как он и как она? Как она, управляющая в магазине, могла вообще такое сказать? Я не могу этого понять. Как человек мог сказать, ваш некачественный, бракованный, сломанный телефон, на нем царапина. Мы не сможем его продать другим людям. Что? Ладно. Но как человек, который задал этот вопрос, мог повестись на такую уловку? Ну как? Ну скажите. Ну, когда ему такое говорят? Разве у человека не возникает мысль, а зачем вам сохранение товарного вида в товаре, который некачественный, который сломанный? И дальше эта удивительная фантастика еще и не заканчивается. Человек отправляют домой, чтобы ему позвонили из мастерской. И человек... Это просто невозможно читать. Предоставил телефон на утверждение потери товарного вида. Ах, вау, ребята! Утверждение о потере товарного вида из мастерской. То есть, какой-то специалист берет ваш телефон и знает, что этот телефон глючный, что экспертиза установила, что у него там оперативная память, и камера не работает. Рассматривает его, видит на нем царапину и пишет. И придумывает, сидит бланк. Так, данный телефон потерял, утверждаю, наличие потери товарного вида в связи с присутствием царапины на фронтальном стекле. Какой бред! Какой бред! Этого ничего не существует. Это полностью настолько примитивная, нелепая выдумка магазина, ремонтного центра, сервисного центра. Этого просто не существует. Никаких нет процедур потери товарного вида. Потеря товарного вида – это пункт, который фигурирует только в случае вашего желания вернуть качественный товар, который вам не подошел. Но к ним даже не относятся телефоны, потому что телефоны входят в перечень технически сложных товаров, которые вообще нельзя вернуть. То есть, к телефонам сохранение товарного вида вообще никогда не применимо. Насколько люди плавают в этих вопросах? Ну ладно, когда плавает магазин. Он может и не плавает, он может хитрит, чтобы с вас, вами манипулировать и ввести в возоблуждение. Но вы-то почему не понимаете элементарных вещей? То есть, тут даже не надо знать закон защиты прав потребителей. Но почему вы не задаетесь вопросом? Почему с меня требуют, чтобы целым было стекло, если я хочу им вернуть сломанный товар? Они что хотят его заново продать? Не существует потери товарного вида и никакой процедуры утверждения потери товарного вида. Не существует. Хоть как вы ее назовите, хоть с умным лицом говорите все, что хотите, это просто выдумка магазина. Какие шансы, если я обращаюсь в суд? Сейчас к этому придем. Давайте я вам прочитаю ответ, который я дал потребителю. Он очень полезен, он по пунктам дан. Посмотрите. Я отвечаю в комментариях. Первое. Сохранение товарного вида имеет значение только при возврате качественных товаров, которые не подошли по цвету, габаритам или комплектациям, чтобы потом магазин мог продать товар другому покупателю. Статья 25. Это я пишу человеку в ответ. Спросите директора магазина о том, зачем ему сохранение товарного вида. Он хочет продать некачественный телефон другому покупателю? Это запрещено законом. А еще это максимально очевидно. А вам нет? Пункт номер два. Я пишу. При наличии в товаре недостатка сохранение товарного вида не требуется, так как товар некачественный и магазин не имеет права его продавать. Кроме того, товары с недостатками можно вернуть в течение всего срока гарантии, обычно один или три года. Разумеется, товар, который вы хотите вернуть после, например, двух лет использования, будет иметь следы эксплуатации. Так и задумано по статье 18. По ней вы возвращаете некачественный, бывший в употреблении товар без сохранения товарного вида. Мне кажется, это надо просто в новой редакции закона для людей написать, что можно вернуть товар в течение срока гарантии без сохранения товарного вида. Еще написать без упаковки. Иначе люди не поймут, пока им вот уже совсем в лобовую. В правилах торговли это можно включить. Кстати, если вдруг вам интересно, почему так не делают, федеральный закон очень сложно поменять. Это сложнейшая юридическая процедура. И это не требуется. Все вот эти пояснения, вкладки, это все постановления, информационные письма, внутренние и дополнительные инструкции, такие как правила торговли, которые тоже имеют юридическую силу, намного меньше, но их проще редактировать. Понятная логика. Они не противоречат закону, просто уточняют конкретные аспекты. Так устроен юридический мир. Кстати, это сложновато звучит, бюрократично, но с другой стороны, вот если бы меня спросили, как лучше сделать, я бы ничего не ответил. Наверное, из всех возможных случаев, это самые лучшие, которые смогли придумать. Ну да, похоже, самые лучшие. Я пишу дальше. Пункт 3. Формулировка о сохранении товарного вида есть только в статье 25, когда товар не понравился, и отсутствует в статье 18. Когда товар некачественный. И если вы были бдительны и внимательно слушали мои ответы, вы уже, наверное, поняли, что пункт 1, 2 и 3 того, что я ответил, это одно и то же, сказанное разными словами. Потому что я пытаюсь достучаться до людей о том, что происходит вопиющая, странная ситуация. Когда люди просто говорят, что 1 плюс 1 равно минус 2. Или там 1 плюс 1 равно минус к, буква к, минус к. Когда 1 плюс 1 равно минус 4 килограмма. И вы думаете, что? Как? Минус 1, это же число, цифра. Минус 1. 2. Какие килограммы? Откуда они взялись? Что происходит? Вот такие же мысли у меня в голове, когда я читаю такие вопросы. Я читаю и вообще не могу поверить, что это происходит. Дальше, я пишу пункт 4. Не существует утверждения в потере товарного вида. Это выдумка и уловка магазина. Ну, а я даже без смеха такое не могу читать. Наличие царапины на экране, пункт 5, не имеет никакого значения. Статья 18 позволяет возвращать некачественный товар, который был в употреблении и имеет следы эксплуатации. Разумеется, я продолжаю ходить по кругу и одними и тем же словами рассказывать потребителю все то же самое. Пункт 6. Телефон. А, вот это про поводу сдачи, кстати, это важно. Телефон – это ваша собственность. Никогда не сдавайте его в магазин. Вы можете только предоставить его на проверку качества или экспертизу при вашем участии. Вот, да. Всегда помните, что мы не сдаем, мы предоставляем. Если у магазина ваши деньги, то у вас товар. Понимаете? Товар – это ваша собственность. У магазина ваши деньги. Такой ситуации, что у магазина и ваши деньги, и ваш товар не существует. Сказал бы я, ну, 85% вопросов на канале начинаются со слов «посмотрел ваше видео, когда уже отдал товар в ремонт». Помогите мне сделать людей грамотными. Пускай все посмотрят мои видео, и это когда-нибудь изменится, потому что нас ожидает, мне кажется, то, что я уже буду не 350-й раз все это повторять, а 3500-й. И все равно не достучусь до большинства. А-а-а, поэтому вы должны зарепостить это видео, чтобы люди уже поняли все. Понт номер 7. Я пишу. Ответы магазина и звонки в мастерской не отменяют действия претензий. Напомните магазину про неустойку. На самом деле важный пункт, потому что многие люди о них как думают, что вы написали претензию, магазин что-то ответил. Вы еще одну, магазин что-то ответил. И каждый раз, когда магазин вам отвечает, он как бы свои функции выполняет. То есть, знаете, вот претензия, она требует какой-то реакции. Или вам деньги вернули, или по ней отказали, или магазин что-то там вам ответил. И люди думают, раз магазин что-то там ответил на новые претензии, то все. Все, значит, получается, что претензия как бы аннулируется. Ничего подобного. Вот самая первая претензия, которую вы написали, неважно, там магазин отказал, не отказал, что-то дополнительно запросил, какие-то условия сделал, не сделал, попросил, не попросил. Все равно претензия действует. Вот она проходит, вот 10-дневный срок, и с каждого следующего дня начинает начисляться неустойка в размере 1% стоимости товаров, а именно... Ну вот это я уже точно повторял много раз. Короче, в соседних видео об этом рассказано столько раз, что уже невозможно слушать. Неустойка в размере 1% товара, которая, если, например, телефон стоит 70 тысяч рублей, составит уже через 10 дней 7 тысяч рублей. Это значит, что магазин должен будет вам через 10 дней вернуть не только стоимость товара 70 тысяч рублей, но и стоимость неустойки, а именно 7 тысяч рублей, то есть 70 плюс 7, а это 77 тысяч рублей. А через 100 дней она составит 100%, то есть магазин вернет вам не только 70 тысяч рублей, но еще 70 тысяч рублей неустойки, а именно 140 тысяч рублей плюс 50% штраф за доведение дела до суда, который составит как раз 50% от этих 140, то есть еще 70, то есть уже 210 тысяч рублей. Давайте добавим к ним пошлину за доведение дела до суда, 2000 рублей, компенсацию морального вреда, 3000 рублей. Вот уже получилось 220 тысяч рублей, вместо телефона за 70 тысяч рублей. Магазин это знает, и поэтому, скорее всего, вернет вам деньги. Поэтому есть смысл писать неустойку и фиксировать дату. Я сказал писать неустойку, все, я заговорился. Поэтому есть смысл писать претензию и фиксировать дату. А сейчас бонусная информация. Я долго размышлял, почему такая ситуация произошла. Это же просто противоречит вообще всему здравому смыслу. И у меня появилась идея. У меня есть две теории, почему это произошло. Первая теория. Магазин сознательно вводит в заблуждение. То есть сотрудники знают, что сохранение товарного вида не имеет никакого отношения к телефону и возврату, если он некачественный по статье 18. Но они предполагают, что, возможно, об этом не знает потребитель. Тогда у них такая логика. Если потребители об этом не знают, то часть на этом этапе отсечется. Часть поверит, что не сохранен товарный вид, и их требования не придется удовлетворять. И тогда мы вернем меньше денег, то есть больше заработаем. Часть потребителей знает про это. Они про это скажут, и им мы деньги вернем. Вот кто не знает, тому не вернем. Кто знает, тому вернем. Но ведь какой-то процент не знает. То есть мы вернем меньше денег, чем если будем всем возвращать. Понятна логика. Прямая, примитивная, жестокая, грубая, банальная, вводящая в заблуждение эффективность магазина. Но логика ясна. То есть это просто уловка. Это чистейшая уловка. Называется сохранение товарного вида. Прямо отдельная уловка. Но я, почитав этот случай, склоняюсь, вероятно, к другой версии. Я не считаю, что это уловка. Тут все похоже на то, что магазин так действует уже давно. И не потому, что хочет меньшему количеству потребителей вернуть деньги, а потому что сам не понимает, что делает. Как это выглядит? Вот смотрите. Прекратите воспринимать магазин как некого здравого мудреца, у которого есть юридический отдел, который все знает и который все делает грамотно. Как правильно, магазин это Олег Сидорович и Татьяна Геннадьевна, которые в подсобке пьют чаек с печеньками и продают товары. Заказывают их в одном месте и продают вам. Платят за аренду и себе забирают в итоге прибыль. Так вот, этот Олег Геннадьевич и Татьяна Сидоровна, они, когда им приносят товары, они не знают, что делать. Они в принципе не знают, что делать. Они никогда не судились, они не понимают, как это все работает, но они что-то читали. И вот когда Олег Сидорович и Татьяна Васильевна присели, им говорят, о, а нам какой-то мужик претензию про телефон принес, он еще и сам экспертизу сделал. Короче, надо что-то делать. Вот сидят они, пьют чай, и Олег Муфтафьевич говорит, может вернем деньги что ли? А ему Татьяна Сергеевна говорит, да что-то неохота, может не будем, что можно сделать? А Олег Пульхерьевич говорит, так там даже экспертизу сделали, вроде это про существенный недостаток там, или технически сложное устройство уже не пойдет. А Татьяна Михайловна ему такая говорит в ответ, закусывая печеньку, говорит, погоди я, о, я что-то слышала в законе, что-то есть про сохранение товарного вида. Что-то там говорят, что должен быть сохранен товарный вид. Что-то я читал такое, где-то, короче, листал, как там что-то про товарный вид было, товарный вид. О, дай-ка мы ему посмотрим, если там есть, ну, телефоны же бывают всегда, стеклышки там, какие-то, знаете, царапинки. Это реально так бывает, нормально. Он как бы рабочий, все сохранено, ну, какие-то царапинки. И говорит, а дай-ка я гляну, вдруг у меня там царапинки есть. Если есть, скажу, что товарный вид не сохранен, и мы деньги не возвращаем. И Олег Медведевич такой, опа, нормально, кстати, хорошая тема, так скажем. А если он скажет, что это вообще что-то не так все? А ему говорят, да не знаю, да не скажет. И все, и значит, наступает рабочий день, приходит человек, там Татьяна Геннадьевна уже готова, и она, соответственно, с серьезным видом и маникюром рассматривает телефон и говорит, у вас тут царапинка, соответственно, товарный вид не сохранен. Еще самое главное, с умным видом сказать, отсутствие, вот с умным видом, требуется утверждение потери товарного вида. Это я читаю прямо вот фразу отсюда. Утверждение потери товарного вида. И человек такой, ой, я вроде претензии сделал, экспертизу провел. А тут какое-то утверждение потери товарного вида. Что это такое? Я к такому не готов. Меня к такому не готовили. Что делать? Какое-то потеря товарного вида, утверждение. И человек такой, ладно, и ушел. И что дальше человек делает? Когда вы уходите в таком состоянии, не понимая, что происходит, вы можете либо послушать магазин и сдаться, либо написать мне, как я сделал человек, или куда-нибудь, или кого-нибудь спросить, знакомого. Короче, спросить помощи от людей, которые что-нибудь знают. И они, может быть, смогут дать характеристики. Либо подумать самостоятельно. И вот если бы я столкнулся с такой уловкой, я бы раз так и ушел из магазина. Ничего, телефон бы не отдав, ни от чего не отказавшись, просто ушел бы. И к моменту, когда я бы подходил к дому, я бы уже смекнул. Подождите. Я бы подумал, подождите, подождите, подождите. Сохранение товарного вида. Так это, чтобы товар продать заново. А он же некачественный. Что мне сейчас наговорили за ерунду? Ну, понятно, да, как это все устроено. И, разумеется, я бы тут же подумал, так, сейчас прикину, что, какой расклад. Подождите. А, подождите, там же есть два варианта возврата. 18 статья и 25. Так, чем они отличаются? Ну, и тут вы открываете их, читаете, смотрите последнее видео, и вдруг понимаете, что против вас применили ну настолько нелепую и примитивную уловку, что без эмоций рассказывать об этом видео невозможно. Вы уже, наверное, заметили по контексту текущего видео. Да вот и все, собственно. Что делать потребителю? Ну, во-первых, чтобы он не делал, претензия продолжает работать. Можно позвонить. Самый, знаете, самый такой жесткий способ это подождать еще немного и позвонить. Магазину сказать, алло, у меня что-то экспертиза, а вы мне деньги не возвращаете. А магазин такой, так, а утверждение, потери товарного вида же должно произойти. Вы что не пришли, что телефон не сдали? А вы им просто говорите. Такой не существует процедура. И в мою пользу с вас уже начисляется неустойка. Скоро вы мне вернете уже не стоимость телефона, а две стоимости телефона. Ну и вот здесь именно по телефону можно сказать что-нибудь типа такого. А вам, кстати, зачем сохранение товарного вида? Вы хотите этот товар другому человеку продать? Так он же некачественный. По-моему, неплохая причина для проверок выездных внеплановых Роспотребнадзора. Вы не находите? Если бы я, вот я нет, но если бы кто-то пытался на месте магазина вводить в заблуждение, или не очень бы разбирался и просто сам такой говорил о странности, и вот получил бы такой ответ про повторную продажу некачественного товара, про неустойку и выплату второго стоимости телефона, про проверку Роспотребнадзора с связи с тем, что магазин пытается продать некачественный товар повторно, я бы побежал этому потребителю деньги возвращать. Я бы ему через две минуты набрал и сказал «Алло, несите телефон, мы сейчас вам все отдадим». Потому что магазин или не понимает, или ввязывается в очень большие проблемы, которые могут существенно превысить стоимость телефона. Понимаете, экспертиза. Вот. Ну так как понятно, что пройдет проверка Роспотребнадзора, покупатель предоставит документ, что с него требовали товарный вид, то есть телефон хотели повторно продать некачественный, ну и так далее, и так далее. Не говоря уже о том, что претензии это все это время будет действовать, будет набираться неустойка. И без вариантов магазин проиграет суд при наличии экспертизы. Ну ладно, с огромной вероятностью магазин проиграет суд, явно больше 99%, и выплатит не 15 тысяч, а существенно больше 45 тысяч. А, ну там еще он платит экспертизу, которая 4 тысячи, но тогда существенно больше 70 тысяч. И это все вместо того, чтобы заплатить 15. Вот такой расклад. Вот такой интересный случай. Вы посмотрите, какие удивительные. Спасибо вам, потребители, за эти вопросы, за то, что обнажаете места, которые я плохо раскрываю, плохо рассказываю. Я понимаю, что вот я реально не совсем людям объяснил, не совсем им... В каждом видео надо повторять, что сохранение товарного вида важно только при возврате качественного товара. Вы это усвоили? Это и есть главный урок сегодняшнего видео. А меня за этот 30-минутный разбор с эмоциями, речью без единой паузы, с тем, что я... Посмотрите, вот это вопрос, вот просто чтобы вы прикидывали, как все устроено, вот это вопрос потребителя. Вот, вот, вот честно. А вот это мой ответ в комментариях. Вот, смотрите, масштаб. Я отвечаю людям, трачу на это время, снимаю эти видео, озвучиваю их, готовлюсь по защите прав потребителей, рассказываю, оформляю, загружаю, веду канал. Если вы хотите чуть-чуть мне помочь, то вы всегда можете поддержать меня маленьким, благотворительным донатом, очень несущественным для вас, но в надежде, что вас будет много, а начинается все именно с вас, вы можете поддержать. 30, 50, 70 рублей, добрый комментарий, и вот дела уже пошли все лучше. И вот уже не будет магазин такие глупости говорить, и вот уже не будет покупатель на такие глупости соглушаться. И мы все зарвем в качественном обществе, где товары станут намного дороже. Вы когда-нибудь думали об этом, что если все будут знать свои права, то магазины все будут продавать дороже? Ну, потому что все проблемные будут возвращать деньги. Ладно, то есть вот к чему ведет наш канал. На самом деле нет, конечно. Наш канал ведет не к тому, что товары станут дороже, а к тому, что люди будут знать свои права, а к тому, что в первую очередь бабушку или дедушку, которые не знают свои права и не будут знать, потому что не смотрят мой канал, очевидно, их не будут обманывать магазины, потому что магазин уже был несколько раз оштрафован, несколько раз проиграл суд, несколько претензий получил от тех, кто разбирается. И этим мы формируем культуру потребления в нашей стране. Я считаю, что делаю для этого достойное дело. Разбираю конкретные случаи, привязываю их к статьям федерального закона и поясняю, кто прав, кто не прав. Как это звучало тогда? Нет, и объясняю, кто прав, кто не прав, чтобы всем было здорово и понятно. Ну и вот такой вопиющий случай. Нам подкинул реальный возврат номер 11. Так сказать, открываем следующую десятку этих видеороликов с вот такого яркого примера. Еще разок, номер карты в описании, если хотите меня поддержать. А мы увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok